2016 год станет щедрым на открытие для Староскольского городского округа. В ближайшие месяцы здесь завершится строительство автодороги от села Каплино до границы Старого Оскола. После реконструкции распахнет в свои двери театр для детей и молодежи. А также будет запущена фабрика окомкования на Столинском ГОКе. Все эти объекты в ходе рабочей поездки по муниципалитету посетил губернатор Евгений Савченко. Граница Белгородской и Курской областей. Дорожники реконструируют последний участок автодороги Белгород-Короче-Губкин-Старый Оскол. Еще два месяца и основная транспортная магистраль региона приобретет законченный вид. Четырехполосное движение, разделительная полоса и освещение на всем протяжении. Дорога запроектирована и строится с учетом современных требований, то есть 12 тонн на ось. По интенсивности она способна будет пропускать более 6000 автомобилей в сутки, то бишь она полностью разручит, никаких заторов и пробок на данном участке не будет. Реконструкция 9-километрового участка идет за счет средств компании «Металлоинвест». Стоимость проекта 625 миллионов рублей. Губернатор Евгений Савченко обратил внимание специалистов на необходимость озеленения прилегающей к трассе территории. В один рядочек с одной и с другой стороны сосенки. Но сосенки не вот такие, а уже должны, посмотрите, где у нас в питомниках есть. Есть у нас в лесхозе. Открыть обновленный участок трассы планируют к дню «Металлурга» 17 июля. В этом году жители Старого Оскола ожидают еще одно приятное и долгожданное событие. После ремонта первых зрителей встретят Старооскольский театр для детей и молодежи. Сдача объекта намечена на конец года. Оборудование уже договорено. Сейчас в здании ведутся отделочные работы. Полным ходом идет монтаж акустических элементов, звукоотражающих панелей. Реализовать столь масштабный проект удалось благодаря привлечению вне бюджетных источников. Общая смета реконструкции театра превышает 640 миллионов рублей. Посетил глава региона и строящуюся фабрику окомкования Столинского ГОКа. Это будет крупнейшее в Европе производство с объемом выпуска окатышей 6 миллионов тонн в год. Выход на заявленную мощность ожидается в декабре текущего года. Весь объем окатышей, производимый на фабрике окомкования Столинского ГОКа, будет отгружаться на Новолипедский металлургический комбинат. И это обеспечит сырьевую независимость в целом группам. За два года на промплощадке было возведено более 70 новых объектов. Стройки таких масштабов в истории современной России попросту не было. На объекте занято около 2500 рабочих. В планах на ближайшие пару лет увеличить производственную мощность еще на 20%. Елена Труфанова, Валерий Ларьков, Новости Мира Белогорья.